Татьяна Комарова второй раз участвует в конкурсе школы «Территория здоровья». Около года педагог занималась проектом, в рамках которого проводилось тематическое занятие «Незнайка в царстве зеленых великанов». Урок признали лучшим на региональном этапе. В игровом формате ребята познакомились с растениями, которые располагаются на территории интерната. Научились определять возраст деревьев по диаметру ствола и ухаживать за березой, кленом, дубом и липой. Ребята познакомились с каждым деревом, посмотрели, какие изменения весной с ним происходят, с этим деревом. Научились ухаживать за деревьями, познакомились с живыми организмами, которые помогают деревьям весной и вообще на протяжении круглого года. Поговорили о значении этих деревьев, а также заполнили паспорта каждого дерева. Ирина Лутикова представила на конкурсе внеурочную программу «Лес и стала призером». В комнате психологической разгрузки педагог регулярно проводит занятия с использованием музыкальной, дыхательной, аромы и пескотерапии. Хотелось детей привлечь, замотивировать к изучению темы лес, обитателей его. Различные были виды деятельности у нас. Мы и по дорожке ходили, и с песком занимались. И в бассейне было у нас упражнение. То есть, все стимуляторы были задействованы в занятии для того, чтобы все каналы восприятия были включены в работу. Материалы по занятию «Не знай-ка в царстве зелёных великанов» Татьяны Комаровой отправили на федеральный этап. До 7 ноября жюри определят лучшие методические наработки Всероссийского конкурса «Школа территория здоровья». Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.